Сегодня в Тюмень приехал Добропоезд. Миссия его пассажиров увлечь физкультурой всех вокруг. В зоне особого внимания люди с ограниченными возможностями. Татьяна Воротилова расскажет, чем горожанам запомнился визит именитых спортсменов и артистов. Начать новую жизнь с понедельника, более активную и здоровую, похоже, сегодня тот самый момент. А мотивация в изобилии на Цветном бульваре здесь проходит фестиваль «Ходи, Россия». Я из Финляндии, скандинавская ходьба тоже. Сегодня я провожу мастер-класс для желающих и дам много положительных эмоций. Секреты оригинальной техники, как получить максимум от упражнений, тюменцы получат ответы на все вопросы. Фантастика! Вы прям чувствуете, вы как растяжку, да? Гостей фестиваля в Тюмень привез Добропоезд. Его пассажиры, известные спортсмены, артисты и общественные деятели, а еще энтузиасты в области инклюзивной среды. Спасибо организаторам, те, кто при проложении маршрута, где у нас будет по каким городам в России проходить Добропоезд, выбрали именно наш город Тюмень. Я думаю, что здесь есть основания для того, чтобы Тюмень полноценно вошла в этот маршрут. Самое главное – показать по всей России, что бы ни случилось в твоей жизни, как бы ты ни чувствовал себя обделенным, либо в непростой ситуации выход всегда есть. Одни изучают комфортные условия, другие поют и танцуют, а третий, как обычно, со скандинавскими палками. Впрочем, сегодня у них знаменательный день. В Тюмень приехала чемпионка мира Ирина Слуцкая, тоже любительница скандинавской ходьбы. Я очень люблю скандинавскую ходьбу, обожаю. Я увлеклась этим видом физической активности, ну, наверное, года четыре там назад. И при первом удобном случае всегда всем рассказываю, насколько это здорово, насколько это классно. И ходить действительно очень полезно, если вы хотите быть здоровыми. Уже сегодня Добропоезд отправится в Пермь после Киров, Нижний Новгород, и уже 26 апреля вернется обратно в Москву. Но что изменится в девяти городах, где прошла акция? Для себя нового узнал, что, ну, как проводить разминку и как правильно ходить. Ну, многие считают, что это физкультура для бабушек, а вы? Ну, я так не считаю. Новичков много заметили? Много, много. Ну, у нас в основном такой возраст преклонный, но от них отходит такой позитив. Если на таких фестивалях мы зажжем большое количество людей, хотя бы они даже узнают информативно, что не просто есть такая ходьба, и можно им заниматься. Даже не просто можно, а нужно, необходимо. Тогда мы будем считать, что наша миссия, в общем-то, выполнена. Левая нога впереди на пятки. Около тысячи тюменцев приняли участие в сегодняшнем фестивале «Ходи Россия». Это в два раза больше, чем рассчитывали организаторы. Татьяна Воротилова, Сергей Мякишев. Тюменское время.